На ваш взгляд, должен ли премьер-министр Израиля посещать Германию? Нет, я не думаю, что он должен посещать Германию. Я не думаю, что у Израиля должны быть отношения с Германией. Я думаю, что это позор. После Испанской инквизиции, раввины наложили на Испанию 500-летний запрет. Через 7 лет после Освенцима в Тель-Авиве уже было посольство Германии. Пока еще не в Иерусалиме. А ответ в том, что мы продали 6 миллионов евреев за деньги. Я не говорю о том, что конкретные немцы сделали что-то плохое. Немец 30-40 лет не сделал ничего плохого. Я его не обвиняю. Я общался с немцами. Но на национальном уровне еще слишком рано. Слишком рано. И кто мы такие, чтобы прощать, что было сделано 6 миллионам других людей? Кто мы такие, чтобы прощать? Когда простят мертвые, тогда и вы можете простить. Я думаю, ездить туда кощунственно. И еще хуже, это когда президент Германии приехал в Израиль, и израильский оркестр играл германский гимн Deutschland-Juber-Alles. Королева Голландии хотела поехать в Японию, и голландский парламент ей запретил. Из-за того, что японцы сделали голландцем в Индонезии во Вторую мировую. Это называется национальная гордость. Как можно сравнивать, что сделали японцы голландцем, и что сделали немцы евреем? Нет, еще слишком рано. Это позор ездить встречаться с этим Коллем. Это такое отсутствие гордости, национальной гордости. Это просто потеря самоуважения. Отсутствие гордости. Национальной гордости.